С объявления войны незаконным рекламным конструкциям началась городская планерка. Обреченный вид соседа, выступающего, красноречиво обозначил эффективность этой борьбы. Вся реклама незаконна. Из администрации выходишь, а она забыла, здесь вписит. Это касается Дома культуры. Дворец спорта, тоже весь город заклеен. Вчера специально покатался и поездил. Просто хочу на это обратить внимание. Мы заклеили организаторы этих мероприятий, весь город, все заборы, все столбы, все стены. Я, конечно, понимаю, что освещать эти мероприятия, наверное, нужно, но не таким беспределенным способом. А то мы одной рукой боремся с незаконной рекламой, а другой рукой мы сами разрешаем ее вешать. В заветах Ильича появился неопознанный объект и мешает проезду граждан, обещая ненароком ударить, а ножницами его резать страшновато. Мы и в БЛЭК, и в Ростереком, и интернетчиком, на сегодняшний день все отказываются. То есть никто не признает чайками? Никто не признает чайками, а люди не могут попасть на свой чай. Фраза «ситуация по мусору стабильно» несет двоякий смысл. То ли улицы стабильно чисты, то ли… В общем, в любом случае готовимся к субботникам. Ситуация по мусору у нас стабильная. Заявки передаем в мусоровозящую компанию, выполняем все срок, накопление, и готовимся к проведению субботников. Уведомляем предприятия, организации, находящиеся на территории, работаем с жителями, для того, чтобы они готовились к проведению субботников на прилегающих территориях. И все же нашелся на планерке смелый человек. С поздравлениями в адрес городской администрации. Хочу, конечно, поздравить администрацию с тем, что кое-как снег был побежден в эту зиму. Но я надеюсь, что мусор тоже будет побежден. Конечно, сейчас в первую очередь надо обратить внимание на уборку центральной части города от мусора. Снег сошел, все эти подснежники вскрылись. Понимаю, что на Пушгурхоз сейчас большая нагрузка, но мусор надо убирать. Продолжение следует...